Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем с вами размышлять, кому это интересно, кому это дорого, кто сам хочет с Божьей помощью задуматься и разобраться с этим важным вопросом. Вопрос осуждения и рассуждения. Как отличить рассуждение от осуждения? Как понять, в какой ситуации нам надо покрыть любовью недостатки, немощи, грехи ближнего? А как понять те ситуации, где надо действовать активно, решительно и обличить недостойный поступок, греховный поступок ближнего? Потому что этот поступок вредит его собственной душе, или если тот или иной поступок является оскорблением святыни, поруганием святыни, или может представлять опасность для достоинства и чести ближнего? То есть, как вот эту грань понять? Где я должен молча потерпеть, простить и покрыть немощь, а где надо действовать? И действовать решительно, не откладывая это. Почему? Потому что молчанием можно согрешить еще больше, своим безучастием, своим равнодушием. Господь наш Иисус Христос, еще раз напомню вам, дорогие друзья, вот эту важную заповедь из Евангелия от Матвея, из самого начала седьмой главы. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. Какой меру и мерите, такую вам будут мерить». Все святые отцы церкви, которые, разумеется, читали Священное Писание, вникали и старались всю свою жизнь строить на основании заповедей Божьих, изложенных нам в Божественном Откровении, они говорят, что надо стараться стремиться к тому, чтобы уметь отделять человека от его поступков. Умозрительно отделять самого человека от тех поступков, хороших или плохих, которые он совершает. Самого человека мы по заповеди Божией судить, а тем более осуждать не имеем права. Почему? Потому что в другом месте Священного Писания сказано, что ты судишь чужого раба. Перед своим господином стоит он или падает. Мы все ходим под Богом, и только один Господь, будучи сердцеведцем, знает внутреннюю мотивацию, весь внутренний мир того или иного человека. Только Господь имеет право судить того или иного человека, правильно он поступает или неправильно. Мы же, не зная внутреннюю вот эту мотивацию, не зная, что в душе человека, объективно не можем понять, прав ли он или неправ, чем он движен, когда он поступает так или иначе. То есть судить и осуждать человека мы не имеем права по заповеди. Но есть поступки, слова или поступки, предосудительные. Это настолько явно, что это не может, если настолько явные поступки, закрывать глаза, на которые мы не имеем права. И вот здесь святые отцы церкви и учат нас, и призывают задуматься, и научиться отделять человека от его поступков. Преподобный Авва Дорофей, один из великих наставников духовной жизни, собственно, душеполезные наставления преподобного Авва Дорофея, в идеале каждому человеку христианину, человеку верующему, крещеному, старающемуся жить христианской жизнью, хотя бы один раз преподобного Авва Дорофея надо почитать. И вот преподобный Авва Дорофей в своем главе «Об осуждении», об одном из этих пороков, говорит следующее. «Ничто так не оскорбляет Бога, как осуждение. Ничто не приводит к оставлению Богом человека, и ничто, если более точно сказать, ничто не приводит, так не обнажает человеческую душу от благодати Божией. Ничто так не противно Богу, как осуждение». И преподобный Авва Дорофей как бы подразделяет, что значит порицать и осудить. Порицать, или иными словами, обличить, это если мы говорим о ком-то, тот или иной человек порабощен, например, страсти пьянства. Вот он, например, страдает от недуга пьянства, или страдает недугом сребролюбия. Например, человек, тяжело у него что-то попросить, он такой вот прижимистый, он просто страдает скупостью, сребролюбием. Или тот или иной человек страдает страстью блуда. Очень похотливый. То есть он страждет, или тот или иной человек впал в блуд. Одно дело сказать, человек впал в блуд, и он страдает этой страстью. Совсем другое дело осудить, если сказать, тот человек пьяница, а этот блудник, а этот сребролюбец, а этот жадный, а этот, так сказать, наркоман, и так далее, и так далее. То есть здесь мы уже произносим суд над самим человеком, не отделяя его от его поступков. Еще худшая форма осуждения, пишет преподобный Авадорофей, это когда мы не только осуждаем, но презираем человека, гнушаемся им, и внутренне всячески высказываясь о нем, ставим себя выше его. Как бы даже не считаем, не даем как бы права на то, чтобы тот человек даже назывался человеком и стоял как бы на одном уровне с нами. Нередко бывает, я думаю, дорогие друзья, все мы можем об этом вспомнить, что в беседах осуждение становится центральной темой. Практически любой разговор так или иначе переходит в осуждение. Это так незаметно, так легко происходит, что, казалось бы, любая беседа, любой диалог центром этого диалога становится осуждение одного человека, двух, трех и так далее, и даже целых народов. И здесь очень важно задать самому себе вопрос, а сам я не виноват ли в том, в чем с такой легкостью осуждаю ближнего? Хорошо ли я знаю самого себя? Вот я, оказавшись в такой же ситуации, как я поступил бы? И вот в святоотеческой литературе мы находим удивительный пример того, как мудрые, духовно опытные наставники могли помочь человеку исправиться, узнав о его, о впадении его в грех, узнав, что он совершает явный грех, не осуждая его лично за его грех, а осуждая сам его поступок, тем самым подвигали человека к исправлению. Вот в Древнем Потереке повествуется о преподобном Аве Амони-Нитрийском. Это был подвижник, живший как раз во время расцвета египетского монашества, был, можно сказать, одним из учеников и самолитвенников преподобного Антония Великого. И вот однажды к нему приходят братья, то есть другие монахи, тоже достаточно высокой жизни, и говорят, что один молодой монах вел в свою келью женщину. Ну, что значит монах вел в келью женщину? Это значит, что он, скорее всего, впал в смертный грех блуда. И братья, которые с таким, можно сказать, движимым праведным гневом и, может быть, даже, так сказать, раздражением, негодованием, Аве говорят, что надо изгнать такого человека из нашего сообщества. Почему? Потому что он впал в грех. Преподобный Амон-Нитрийский говорит, не спешите, пойдем в келью к этому брату. И он идет, Авва, старец, идет в келью к этому брату. А тот брат спрятал женщину под большим сосудом. Входят они в келью. Преподобный Амон по просвещению Духа Святого сразу понял, где находится эта женщина. Он садится на этот сосуд сверху, где спрятана женщина, проникшая, получается, попавшая в келью этого монаха, и говорит пришедшим с ним братьям, которые движимы праведным гневом, обыщите келью. Они, естественно, обыскали, никого не находят. Стоит этот брат, не может найти себе места. Скорее всего, можно себе предположить, что он не мог даже глаза свои поднять, он стоит в страхе, в смятении, в стыде. И после того, когда братья, естественно, ну что такое келья монаха в фиваитской пустыне, там практически ничего не было. И вот они ничего не найдя, тоже уже в некотором таком вот растерянности стоят. И он говорит, братья, зачем же вы так спешите осуждать ближнего? Внимайте себе, братья, ступайте каждый по своей келье. Они выходят, и остаются они на едине. Преподобный Амон, нитрийский, и тот брат, который на самом деле согрешил или был на грани падения. И мудрый Авва, прекрасно зная, он все прекрасно знает, и тот, можно сказать, ну условно скажем, подсудимый, и сам Авва прекрасно знает, что произошло, но с какой любовью он к нему обращается. Взяв его за руку, он говорит, Чадо, внимай себе, подумай о душе своей, и выходит. Смотрите, какой достойнейший поступок. Естественно, тот брат, все в сердце его перевернулось, и это подвигло его к покаянию. Из последующей, собственно, истории мы знаем, что он достиг очень высокой степени христианского совершенства. Смотрите, как важно уметь в нужный момент покрыть грех ближнего с целью помочь ему исправиться. Как легко было бы осудить? Вот если эту ситуацию, представьте, дорогие друзья, наверняка кто-нибудь из нас, кто сейчас слушает или будет слушать, может даже внутренне, движим таким своим, своей точкой зрения, сказать, а почему нельзя было сразу, прям явно, вот и эту женщину показать, и обличить, и выгнать этого брата, потому что он позорит высокое звание египетского монаха. Но откуда мы знаем, не повредилась бы душа этого брата сильнее, не впал ли бы он в отчаяние, не погибла ли бы его душа навеки, а таким вот мудрым, мудрым решением, когда он, поступок, безусловно, предосудительный, когда он покрыл грех брата, не дал этим братьям, негодующим монахам совершить, так сказать, поспешный суд, покрыл его немощь, и в то же время привел его к покаянию. Смотрите, какая мудрость, какая глубина. И не случайно многие святые отцы церкви, в частности, преподобный Авросий Оптинский говорит, кого в чем осудишь, в том сам побудешь. Давайте задумаемся над этим, дорогие друзья, и будем стараться, стремиться, по крайней мере, стремиться к тому, чтобы мысленно, так вот умозрительно, отделять человека от его поступков. Поступки есть предосудительные, которые явно не имеют права на оправдание поступки предосудительные, но сам человек достоин милости снисхождения, достоин того, чтобы мы пожалели его, помолились о нем, помогли ему исправиться, и мысленно задавать себе вопрос, а как я лично поступил бы, окажись я на его месте. Вот это очень важно задавать себе вопрос, а не виноват ли я в том же самом, если я так быстро спешу осуждать моего ближнего. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok